Начинать. И сейчас мы открываем нашу замечательную конференцию по IT-рекрутменту We Can Do It Recruitment. Нас ждут два дня замечательных, крайне-крайне интересных и полезных наступлений. И на самом деле мы всей командой FriendWork очень рады, что наконец-то мы возвращаемся к таким массовым большим мероприятиям, которые мы достаточно давно уже не делали, потому что у компании FriendWork у нас очень большая история разных мероприятий оффлайн и онлайн. Но коронавирус немножко внес свои коррективы, и теперь мы опять возвращаемся к нашим замечательным мероприятиям, на которых вы сможете присутствовать, получать много-много знаний. Да, меня зовут, те, кто не знает, Александр Красс, я генеральный директор компании FriendWork, организатор данного замечательного мероприятия. Мы занимаемся автоматизацией подбора персонала, то есть мы автоматизируем работу экрутеров, помогаем работать лучше. То есть мы такой онлайн-сервис, который экономит время, который позволяет хранить базу кандидатов, автоматизировать общение в мессенджерах, то есть, например, отправить какие-нибудь сообщения в Телеграм по шаблонам и смотреть аналитику, чтобы понимать, что делают коллеги, чтобы руководство могло спланировать правильную работу и чтобы в итоге все экономили много-много времени. Ну и постепенно мы, собственно, расширяем то, что мы автоматизируем, делаем это все лучше и лучше и лучше, и у нас очень замечательные клиенты. Я надеюсь, что многие из присутствующих здесь и так наши клиенты, а те, кто еще нет, то посмотрят на нас и скажут, что такой классный сервис, и станут тоже нашими пользователями, и в итоге будет намного эффективнее работать. И, как я уже сказал, приветствую вас сегодня на нашем замечательном мероприятии. Уверен, что будет прям вот очень-очень много всего полезного. Прям великолепные спикеры у нас с замечательными темами выступлений. Узнаете много всего-всего-всего-всего. И передаю слово своей коллеге Виктории Литовке. Вика, прошу, давайте начинать наше мероприятие. Спасибо, Александр. Коллеги, привет. Давайте пообщаемся с вами немного. Как ваше настроение? Сейчас вот будет маленький опросик в ваших приложениях и веб-версии. Мы сегодня проводим нашу трансляцию при помощи наших партнеров Eventitious. Они предоставили площадку потрясающую, в которой можно проводить опросы, смотреть программу, конечно же, смотреть онлайн-трансляцию с мобильного телефона или с веб-версии. Задавайте вопросы во вкладке «Вопросы» специально для наших спикеров. То есть вы заходите во вкладку «Вопросы», и там уже видны темы конференции, темы выступлений, под которые вы будете задавать вопросы. Задавайте, пожалуйста, каждому выступлению в отдельной вкладке. Также можно общаться при помощи общего чата, писать свои какие-то, может быть, тоже вопросы или пожелания, или, в общем, любые свои мысли, отвечать на вопросы спикеров и активно участвовать в нашей конференции. Меня зовут Виктория, я директор по маркетингу и пиар-компании FriendWork. Мы автоматизируем рекрутинг и часто для вас проводим образовательные мероприятия, например, такие как эта. У нас первая конференция по именно IT-подбору, и она собрала очень большое количество регистраций. Спасибо вам большое за интерес к нашему мероприятию. Я думаю, что сегодняшний день и завтрашний день мы проведем с очень большой пользой, потому что мы собрали для вас действительно очень крутых спикеров с классными кейсами, которые помогут вам в работе, и вы получите новую информацию, возможно, новые навыки. Вот как раз у нас будет завтра день мастер-классов. Сегодня день таких выступлений на ваши темы, которые вы у нас запрашивали. То есть мы всю программу делали по вашим запросам. Я надеюсь, что все понравится. В общем, что я сказала? Я сказала про технические моменты в вкладке «Вопросы». Про опрос я думаю, что он сейчас уже у вас появился на экранах. Про как ваше настроение. Пока подождем минутку, чтобы все ответили, и будем вводить результаты на экран. И еще у нас будет опрос, какое выступление вы сегодня ждете больше всего. Вот мне тоже пришло в приложение примите участие в «Вопросе». Пуш, вот, собственно, можно его пройти. Кто еще не скачал приложение, то скачивайте его по ссылке в вашей рассылке, которую мы отправляли сегодня утром, сегодня за пять минут до начала. Все эти рассылки у вас есть на почте. Вот, поэтому давайте ответим, как ваше настроение. Мое личное отличное. Я очень воодушевлена с сегодняшним мероприятием. У нас будет очень плодотворный день, коллеги. Так, ну что, я думаю, что можно выводить на экран результаты. Коллеги из технической службы Eventitions. Настроение огонь. О, здесь коллеги пишут у нас в общем чате. Тоже можно посмотреть его в приложении или в веб-версии. Все очень просто. Также можно смотреть программу в приложении. В общем, все, в принципе, интуитивно понятно. Поэтому давайте разбираться и кайфовать от сегодняшнего дня. Да, давайте выводить результаты. Так. Отлично. Вот, мы увидели результаты. У нас отличное настроение. У некоторых нормальное, но я думаю, что оно поднимется до отличного, потому что у нас действительно очень классный контент для вас подготовлен на сегодня и на завтрашний день. Я предлагаю переходить к нашему первому спикеру. Давайте сейчас я представлю. У нас будет выступать Елена Фединкова, HRBP-компания Arena Data. У Елены огромный опыт в IT-подборе. Она работала в Сбермаркет и в куче еще других известных компаний. И Елена расскажет, как нанять компетентного IT-рекрутера. Елена, пожалуйста, передаю вам слово. Да, коллеги, привет. Рада познакомиться с теми, с кем мы еще не знакомы. Я уже 10 лет работаю в IT-рекрутменте и в HR. Соответственно, начинала, как и многие, в кадровом агентстве. Это Space IT-рекрутмент. Успела поработать в системном интеграторе. Была 3 года HR-директором компании Vibu. Последний мой проект – это был Сбермаркет. И, соответственно, вот уже 3 месяца я работаю HR-бизнес-партнером в компании Arena Data. Соответственно, сегодня я предлагаю нам погрузиться в очень горячую тему, как нанять компетентного IT-рекрутера. Сейчас я расшарю экран, чтобы все видели мою презентацию. Так, все видно. И смотрите, по каким моментам мы сегодня пройдемся. За вот те 10 лет, что я работаю, у меня было 5 рекрутинговых команд, совершенно разных, но успешных, в компаниях и на рынке. И сегодня в моем выступлении мы затронем следующие моменты. Почему вообще люди идут в IT-рекрутинг? Какими основными компетенциями должен обладать IT-рекрутер? Как проверить, соответствует ли он в корпоративной культуре вашей компании? Кому эта профессия не подходит? И как руководителю понять, что вашего IT-рекрутмента уже пора уволить? Соответственно, если перейти к первому нашему пункту, почему люди идут в IT-рекрутинг, собственно, на экране перечислено все то, что я слышала на протяжении где-то 7 лет на различных интервью с коллегами. И здесь есть моменты, ну, скажем так, и смешные, и грустные. Да, я не буду разбирать каждый пункт. Вы все получите презентацию в PDF, и, скорее всего, сами с этим сталкивались, но я отмечу некоторые моменты, от которых меня даже иногда бомбит. Как известно, многие коллеги, да, попадают в HR в IT-рекрутмент из психологии. Но когда IT-рекрутер на собеседовании говорит о том, что он хочет заниматься какой-то глубокой психологией айтишников, да, безусловно, психология нужна. Но, скорее, там, не клиническая психология, не личностная, а бизнес-психология. Все-таки IT-рекрутмент – это про бизнес и про то, что мы, да, выполняем определенный рекрутинговый план в сроке от бизнеса. И тут, ну, личностные какие-то глубокие особенности кандидата, они не важны, да, то есть какие-то критичные, да, моменты, что не подходят по короткультуре, да, рекрутер должен оттенять. Но, да, в каких-то глубинах не разбираться. Еще момент, с которым я сталкивалась, то, что сейчас обилие курсов для IT-рекрутеров, металлогии, в отпусе, в скиллбоксе, в гигбрейнс, курсы Егора, Яценко и так далее. И из-за низкого входа в профессию сейчас на эти курсы, ну, ломанулись все, кому не лень, по-другому я не могу это назвать. И при этом все эти курсы обещают, что если ты пройдешь курс, то ты станешь уже компетентным IT-рекрутером, тебя возьмут на работу в агентстве или в IT-компанию, и тебе там будут обязательно много платить. И, кроме того, это престижно, модно, молодежно, это интересно и так далее. Но к моему великому разочарованию многие и из джуниоров, кто приходит с этих курсов, и даже из сеньоров, ну, оказывается так, что на проверку либо нет знаний, либо нет способности к этой профессии. И дело в том, что эта профессия, она не может быть интересной и не может приносить человеку много денег, если он это искренне не любит. Да, не любит IT, не любит программистов, не любит IT-рекрутинг, да, считает эту работу где-то, ну, такой неинтересной, возможно, слишком рутинной, педантичной, да, особенно то, что касается сорсинга. Но сорсинг это тоже часть, да, нашей работы. Из таких, может быть, веселых историй, которые меня удивили, я на всех рекрутерах даю рекомендации. И вот на одну девушку ее бывший руководитель, ну, буквально порекомендовала ее не брать, потому что единственное, чем она занимается на работе, это поиском себе мужа программиста. Это, собственно, было причиной, да, по которой ее из компании уволили. Поэтому всем людям, которые хотят стать эти рекрутерами, либо уже ими являются, но сомневаются в том, подходит им эта профессия или нет, я предлагаю все-таки сначала, чем, прежде чем этим заниматься, определить глубинные мотивы, и если они не совпадают, идти в ту профессию, да, которая им все-таки подходит. Теперь перейдем к основным компетенциям кто IT-рекрутеров нанимает. Да, я думаю, что многие читали такую достаточно известную книгу Спенсера «Компетенция», и, по сути, да, для каждой профессии существуют определенные джок-профили, которые содержат софты, хард-скилы, и, соответственно, в этот профиль входят определенные компетенции, то есть определенные умения, способность человека выполнять, да, какую-либо работу, и есть так называемые индикаторы «Компетенции», которые выражаются в речи, в поведении, там, в том, даже, как человек пишет резюме, ведет свои соцсети и так далее. И тот человек опытный, который умеет проводить интервью по компетенциям, он точно так же может провести интервью по компетенциям и с IT-рекрутером. И также во время интервью по его ответам увидеть степень выраженности индикаторов и в результате сделать вывод относительно того, насколько сильно выражена у него та или иная компетенция, да, и соответствует ли этот кандидат желаемому идеальному джок-профилю конкретной компании. Вот просто, да, возьмем как пример. В целом, да, чтобы проводить интервью по компетенциям, ну, я рекомендую в зависимости от грейда-рекрутера, там, джуниор, миддл или сеньор, давать различные кейсы. Кейсы максимально приближенные к реальной работе у вас. Если, например, мы берем ту же компетенцию, ориентацию на результат, да, что вы можете спросить у рекрутера? Например, сколько и таких вакансий он закрыл за квартал? И вот, не поверите на этот вопрос, очень мало людей может внятно ответить. То есть, кто-то отвечает, ну, примерно, ну, я не помню каких, ну, что-то около десяти. Как бы в плане найма нет понятия около десяти. Ну, то есть, я думаю, все руководители это знают. Да, или, например, да, важен момент у, собственно, заказчиков, у менеджеров получать недостающую информацию. Как часто может нанимающий менеджер давать заявку вакансии? Ну, типа, там, найди мне нормального девокса. И в идеале эти рекрутеры должны информацию получить, что значит нормальный, да, составить описание вакансии, все согласовать, да, процедуру наима, заявку на подбор и все остальное. Соответственно, в идеале, если в интервью у вас также присутствуют реальные темледы, да, из разработки, которые могут наиболее реалистично, да, отыграть, да, вот эту роль. Но, опять-таки, это в идеале. Вот. Соответственно, по поводу тоже еще важных таких компетенций, касающихся ответственности за результаты, ответственности за ошибки. Ну, я работала так минимум в двух компаниях по инвестиционной модели, это Юбил и Сбермаркет. Я могу сказать, что для бизнеса не существует, да, который берет инвестиции такого понятия, как там, я не знаю, сейчас там на рынке мало людей и рынок там никакой. Это абсолютно никому не интересно. Если в квартал нужно нанять 100 разработчиков, значит, они должны быть. Соответственно, задачи IT-рекрутера и рекрутом изыскать все способы, все методики, так, чтобы эти люди были. Независимо от того, зима, у вас лето, февраль, да, или сентябрь. Это как раз к вопросу тоже ответственности и по уровню, скажем так, этой ответственности различаются грейби-рекрутеров и, соответственно, уровень руководителя. Соответственно, что касается хард-скиллов, здесь тоже достаточно подробно все описала, но опять-таки, да, вернемся к методологии. То, что касается хардов, что на самом деле самое важное, да, то, что я считаю, рекрутер, которого вы нанимаете, должен быть в состоянии работать по методологии вашей команды. Эту методологию обычно задает руководитель. Что я имею в виду? Ну, вот условно, да, к вам на собеседование приходят рекрутеры, и он до этого в разных компаниях пять лет работал в Excel. Он не привык вести никакую рекрутинговую базу и, в принципе, не сильно хочет это делать. Например, не понимая, это зачем. В принципе, и так нормально было. Но если у вас команда из десяти рекрутеров и у вас стоит ханфлоу, переучить, приучить человека, который уже пять лет работал в другой парадигме, будет крайне тяжело. Можно попробовать, но я знаю крайне мало успешных историй. и вот представьте, например, рекрутер там не умеет, не считает нужным хорошо писать письма, ну, я имею в виду нормальные письма, да, разработчикам, те, над которыми они не смеются, действительно читают. Не знают, что нужно делать фулл-ап, да, там, не хочет запрашивать рекомендации. Этому тоже всему нужно научить, но, повторюсь, если опять-таки много лет, да, она вот у нас даже по психологии за два года вырабатывается, это особенность работы памяти и внимания, то вы, скорее всего, не переучите, да, и еще момент, например, ваш рекрутер претендует на роль, да, например, сеньора, вот, но у него не было опыта работы со сложными заказчиками, либо все это взаимодействие выстраивал полностью его руководитель, да, либо кто-то еще, то есть отношения уже были простроены, и он выходит, ну, как бы работал по готовым процессам, он не имел никаких столкновений, то есть он просил посмотреть резюме, резюме просили, да, там нужно было там пять собеседований там с фронтами в день провести, заказчики на это шли, и вдруг он в вашей компании на вот это все будет получать ответ «нет», возможно, там в не очень корректной форме, ну, как бы тут все, скажем так, его ожидания относительно того, что он сеньор, они просто сломаются, то есть для вашей компании он более чем не был, как бы, да, то есть по сути он вам либо не подходит, либо подходит, но с вот этой вот оговоркой готов ли он этому учиться и тому, что ему будет постоянно вольно, поэтому ключевое это то, насколько он вписывается в то, что есть у вас, можете ли вы этому научить, у него могут быть, возможно, отличные и софт, и хардскиллы, но для другой компании, да, не для вашей, они, может быть, развиты, но они не настолько приближены к тому, да, к вот этому джок-профилю, о котором я говорила, который нужен вам, и здесь это решение руководителя, его ответственность, да, брать в команду или не брать, какие кейсы давать на интервью, и, соответственно, да, если вы взяли человека, потом отвечать за него, за то, как он взаимодействует в команде и за его результаты, вот, соответственно, что я предлагаю, да, есть много различных методик, которыми пользуются люди, там, есть и, там, тест Адизеса, есть диск, есть методология таймнайма A-плеера, я предлагаю пользоваться тестом, скажем так, старым проверенным Майерс Брикс, я где-то пользуюсь им года четыре, и тестом на спиральную динамику Грейвза, это, соответственно, я им пользуюсь где-то полтора года, вот, повторюсь, вы можете выбрать любые другие тесты, да, и, опять-таки, работать по вашей методологии, я рассказываю здесь скорее про свой опыт и про то, как это мне помогло, и, надеюсь, поможет и вам, потому что, по факту, оно работает, соответственно, зачем я это делаю? Из-за того, что многие сейчас пошли в IT-рекрутную, попадают люди в профессии те, у которых нет к этому предрасположенности, то есть, по сути, они ломают себя, ломают себя, чтобы заработать деньги, да, я думаю, что типологию Майерс Брикс и систему тестирования психологического МВТА многие знают, и, собственно, в ее основе, согласно теории психологических типов, каждый человек рождается с определенной предрасположенностью к тем или иным личным предпочтениям, то есть, таких предпочтений четыре, это экстраверсия, интроверсия, сенсорика, интуиция, этика, логика, рациональность и рациональность, вот, и, ну, здесь, конечно, этот вопрос, если кто этим займется, рекомендую изучать глубоко, но далее, что хочу показать, соответственно, выделяют, да, четыре темперамента, и, соответственно, из этих четырех темпераментов уже исходят, соответственно, 16 типов, соответственно, далее вы поймете, какое это отношение к IT и к рекрутменту, дело в том, что среди HR-ов и рекрутеров очень много интуитивных этиков и интуитивных логиков, соответственно, среди IT-шников много очень сенсорных рационалов, много тоже различных логиков, тоже интуитивные логики могут быть и сенсорные, и рационалы, у всех этих типов есть свои плюсы, есть свои минусы, но для того, чтобы быть эффективным в профессии, да, нужно, чтобы, скажем так, сложился пазл, чтобы тот тип личности, который есть у вас, он, скажем так, был комплементарен с тем типом личности, на которой, например, который у вашего IT-директора или у вашего фаундера, да, вот, можете, сможете вы вообще с ним взаимодействовать или нет, или вам нужно будет переучиться, повторюсь, эти типы, они даются от рождения, они связаны с типом нервной системы, и если человек, ну, как бы, он не логик, он не может стать логиком, но он может для логика айтишника научиться информацию подавать в понятном для логика виде, но опять-таки, многие это понимают и пытаются, да, скажем так, работать по своему сильному каналу, а потом возникают, да, какие-то, да, ситуации не очень, да, понятные, там, заказчиками в том числе. Еще тоже, вот, хочу сказать, важный момент, да, почему это надо изучать глубоко, вот, например, думают, что, там, IT-рекрутеры все поголовные экстраверты и интровертами они там быть не могут, могу сказать, что это не так, одна из моих самых успешных команд, это вторая команда в ЮДУ, это была команда IT-рекрутеров, которая полностью состояла из логиков интровертов, они были очень успешные, они знали, как писать письма, они знали, как общаться, у них был технический бэкграунд, да, то есть они в прошлом могли бы стать техническими специалистами, если захотели, поэтому общий язык с такими же интровертами, логиками они находили просто на ура, да, их коммуникация была максимально лаконичной и короткой, соответственно, вот 16 типов, да, которые, согласно типологии, да, Майрис Брикс тесты МВТА есть, да, про них вы более подробно сможете посмотреть в книге, ссылку на книгу я даю, она также будет в презентации, а теперь давайте пройдемся, да, как раз про моменты, которые имеют отношение к IT, значит, первый момент, ну, выведено вообще сколько в принципе, да, людей разных типов есть в популяции и проведено исследование, да, кто, на каком уровне, скажем так, занимает определенные должности, если мы берем владельцев бизнеса IT-директоров, то здесь огромное количество логиков, рационалов и сенсорик, да, процентное соотношение вы можете видеть на картинке, да, и потом это более подробно изучить, соответственно, что касается типажей тимлидов, то тоже здесь очень много логиков, но при этом здесь есть, ну, здесь, скажем так, побольше экстравиатов, да, также есть сенсорики, но их поменьше, вот, это, собственно, ваши тимлиды, ваши заказчики вакансии от разработки, вот, а то, что касается HR-ов, то в основном все-таки здесь история про этиков, интуитов, экстравертов и рационалов, вот, и, ну, так как у нас профессия, скажем так, на стыке, да, и IT, да, и человека, то получается так, что успешные IT-рекрутеры, да, они часто могут быть, вот, как я приводила, например, логиками, интуитами, либо там тоже логиками, рационалами, просто вопрос в том, насколько интуитам, ну, скажем так, сложно и легко переживать отсутствие, вернее, присутствие большого количества контактов. интуитов тоже достаточно среди IT-рекрутеров, но какая у них проблема, они все видят, они все чувствуют, часто не могут объяснить, и заказчика своего с полуслова понимают, ну, им сложно перевести на вот этот язык, да, IT-шника, чтобы он его понял, и вот им приходится учиться именно этому. Соответственно, вот по ссылке, да, здесь я на слайде привожу пример, вы можете посмотреть подробную расшифровку, да, определенного типа, это тоже результаты тестирования реального IT-рекрутера и успешного IT-рекрутера, вот, поэтому, соответственно, вы можете пользоваться, да, этой типологией. Чем я пользуюсь еще? Я пользуюсь еще спиральной динамикой Graves, сейчас, в принципе, даже многие фаундеры очень даже увлекаются спиральной динамикой, и все, что с ней связано, но тут опять-таки много нюансов, да, которых я расскажу, и эту историю надо изучать подробно. Соответственно, правильную динамику придумывали Дорн Бек и Крис Кован, в России у нас успешно используется версия Капси, компания Капси Консалтинг, вот, и, соответственно, что здесь, какие основные моменты здесь нужно понимать, что основой культуры являются корпоративные ценности, соответственно, невозможно перепрыгивать через ступени, то есть происходит либо естественный рост, либо трансформация, как вот сейчас модно, даже вот коучик, трансформирует корпоративную культуру, и в идеале если лидер, он опережает компанию на одну ступень, это в идеале, я думаю, что многие сейчас слышали про бирюзовые организации, и многие лидеры заявляют, да, что мы хотим делать бирюзу и все такое, не у всех правда получается, вот, но опять-таки здесь нужно смотреть в гуд. Соответственно, на этом слайде здесь уже более, соответственно, подробно расписано, скажем так, содержание корпоративных культур, да, их, соответственно, ценностей, и вот здесь, наверное, какие моменты я бы хотела отметить. Что важно, вот в вашей культуре, да, есть какая-то корпоративная культура, которая не важно, там, формализована ли она, да, в какие-то, не знаю, слоганы, мерчи, все остальное, какие-то правила, она в любом случае существует, даже если она не описана. Вот, и при этом в эту корпоративную культуру приходит к вам рекрутер. Соответственно, когда он проходит тест, и в конце я покажу, как выглядят результаты теста тоже рекрутера, вы видите те ценности, которые непосредственно он сам разделяет. Вы можете прикинуть, насколько он, со своим результатом этого теста, впишется в вашу корпоративную культуру или нет. Вы также можете понять и оценить, вот ваша компания, она в большей степени к какому уровню корпоративной культуры относится. У нас сейчас часто среди IT-компаний встречается так называемая микрия, то есть компания пытается условно казаться тем, что она не является. Сейчас практически все эти компании гибкие, дружелюбные, открытые, из-за инноваций, честные, все остальное. Но тут же важно, чтобы было совпадение реального и желаемого, потому что все равно человек, он приходит в корпоративную культуру, он приходит к людям, и вот здесь важно, чтобы совпало, то, каким человек является сам, такие у него ценности, насколько это согласуется с ценностями вашей компании. Я считаю, что проблема многих российских IT-компаний это так называемая красная корпоративная культура, это культура силы, где есть авторитарный лидер, которому боятся перечить, этот авторитарный лидер нанимает таких же красных руководителей. Но при этом многие как раз пытаются прикидываться зелеными, культура согласия, то есть это наоборот атмосфера такая дружелюбная, совместного принятия решений, здесь много дискуссий для выработки лучшего решения. Здесь принимаются в расчет многие точки зрения. Соответственно, на следующем слайде можно более коротко увидеть, какие ценности и какая движущая сила у каждого уровня корпоративной культуры. вот здесь хотел бы остановиться подробнее и вернуться собственно к рекрутерам. Я думаю, что многие понимают, что успешные эти рекрутеры на рынке это по сути это хэдхантеры, это те, кто находится в постоянной конкуренции за кандидатов, с другими компаниями, иногда даже внутри рекрусинговой команды есть конкуренция и между, за вакансией по сути, и за кандидатов, даже так. И вот из того, сколько я тестировала людей практически за два года, я могу сказать, что успешные рекрутеры многие находились на оранжевом уровне. То есть это люди, для которых ценность успех, соответственно, движущая сила это амбиции и цели, ну и соответственно наиболее развитая компетенция, ориентация за результат, если мы говорим про сорт стулы. Но кроме этого из успешных рекрутеров также встречаются коллеги, которые относят, которые, скажем так, красные, для которых ценность это власть и движущая сила это сила. Откуда, собственно, это берется и почему я считаю, что это неплохо? Дело в том, что успешный IT-рекрутер, особенно сеньор, он часто по своему грейду ведет самые сложные вакансии, взаимодействует с самыми сложными заказчиками и ему часто нужно переламливать ситуацию, а где-то ему нужно продавить тимлида, нанимающего менеджера, IT-директора и где-то даже дожать кандидата. И, собственно, красные и оранжевые, скажем так, это не сильно дружелюбные ребята. И здесь хотела бы вернуться к зеленой корпоративной культуре и к желтой, потому что часто возникают неверные трактовки. Сейчас многие компании, IT-компании строят как раз зеленую, желтую, бирюзовую корпоративную культуру. Но могу сказать, что если мы говорим про зеленую корпоративную культуру, где главная ценность это люди, отношения, из моей практики соответственно это была компания ЮДУ, которая была такого рода корпоративная культура, но ее не всегда верно трактуют вот в чем. Дело в том, что зеленая корпоративная культура, это не значит, что в компанию вы пытаетесь нанять зеленых. Зеленая корпоративная культура, это та культура, которая готова принимать разных людей, разных типов людей, и, собственно, дружелюбно к ним относиться и полностью их принимать. Поэтому может ли быть оранжевый IT-рекрутер в зеленой корпоративной культуре? Да, может. Но здесь задача руководителя и чар-директора интегрировать такого человека в команду, в компанию и так далее. Попытка нанять зеленого IT-рекрутера обречена на провал. Они неуспешны, они не выполняют по сути планы, потому что они слишком про заботу, дружелюбие, этику и все остальное. Соответственно, на следующем слайде это уже, я думаю, вы сможете посмотреть отдельно, более глубокие, скажем так, глубокое описание личностных намерений, индивидуальных особенностей поведения, того, как это в культуре, в семье проявляется, в социуме. Здесь мы это не будем подробно разбирать, у вас это все будет. И еще один момент тоже, о котором важно всем помнить. Часто могу это сравнить с поиском мейплееров, которые сейчас очень популярны, помним, что мейплееров всего 5% от популяции. Если мы говорим тоже про уровни корпоративных культур, то на этом слайде видно, что, собственно, бирюзы от популяции всего 1%. А кого у нас больше всего? это, собственно, синих, оранжевых и зеленых. Ну и плюс это еще различается по странам. То есть, если мы берем Россию, в России больше красно-синих, мы говорим сейчас про российские компании, если мы говорим про запад, в США больше оранжевые корпоративные культуры. Ну и опять-таки все стремятся к бирюзе. Собственно, для чего я эту статистику показываю и зачем ее надо знать. Я призываю, если вы будете использовать тесты, знать вот эту статистику популяции для чего, чтобы не искать вашу компанию того, кого нет. Ну, понимаете, да, о чем речь? Если вы пытаетесь найти бирюзового IT-крутера, он 1% популяции, он может найти вопрос, сколько вы потратите на это время, что, может быть, вы лучше свою зеленую корпоративную интегрируете оранжевую, который будет успешен. Тут вопрос только в этом. Соответственно, на этом слайде что мы видим? Здесь вот я могу пример привести, собственно, да, результаты теста постаральной динамики Грейвза. Это профиль успешного IT-рекрутера. То есть, как мы видим, что, ну, тоже корп-культура, она же не бывает в чистом виде. То есть, здесь вот вопрос процентного соотношения, да, как бы, что больше, что меньше у человека. здесь мы видим, что достаточно сильно, да, выраженная, собственно, оранжевая, при этом плюс-минус на одном уровне красная, синая, зеленая, желтая, и вот еще в сторону бирюзы. Вполне себе успешный профиль. Почему нет? Да, такой человек у меня был в команде. Соответственно, где об этом всем более подробно почитать? Вот, по логе Майерс Брикс, книжка есть в интернете, ее можете найти по ссылке, по справедине динамики, книжки, ну, только покупать, да, есть книжка по теории спиральной динамики, есть практическая спиральная динамика, да, уже вот на практике. Вот, собственно, как понять, что вам пора уволить вашего рекрутера? Я считаю, что, по сути, это две причины. Первая причина это ошибка найма, да, этих рекрутеров в команду, когда вы вдруг узнаете, что он не соответствует вашей профкультуре. Мое глубокое убеждение, что это можно проверить вначале и на собеседовании с помощью теста, с помощью сбора рекомендаций, и особенно, если у вас многоуровневый интервью, там, с темлядами, с IT-директором, да, с фаундером и так далее. И вторая причина это отсутствие результата работы. Ну, здесь тоже бывают ошибки. Не всегда за три месяца может рекрутер показать результат, да, на испытательном сроке все адаптируются и в стрессе, но если два квартала он не показывает, то точно надо прощаться. Опять-таки, вы скажете, что отсутствие результата, оно же может быть связано с разными там причинами, вот там с рынком, там стимулидом общий язык не нашел, там, не знаю, не привык к вашей бонусной системе и так далее. Но опять мы возвращаемся к профилю должности и оценкам по компетенциям. Причина отсутствия результата часто, да, если это вопрос хардок, это то, что он изначально не соответствует методологии вашей команды. Но на собеседовании это не было проверено. Просто это проявилось потом. Если вы, например, взяли человека, он соответствовал короткультуре, а вот методологии не соответствуют, хотя вроде и софт-сфилы есть и все, и вы думали, что вы его там научите или переучите, а ничего не получается. Поэтому могу сказать, что не бойтесь говорить «нет». Если вы сомневаетесь, лучше человека не брать, чем учиться потом и думать, как его уволить. Используйте все доступные моменты тестирования. Можете взять то, что использую я, MBTI, либо спиральную динамику Грейбза. Можете брать любые другие методики. Но всех призываю, прежде чем это применять, чтобы правильно это трактовать, внимательно это изучайте, читайте книги, посещайте необходимые курсы, потому что иначе можно сделать неверную трактовку и в вашу команду не попадет достойный человек. Вот. Спасибо всем большое за внимание. Жду с нетерпением ваших вопросов. Меня также можно найти в Телеграме и на Фейсбуке. Вы также сможете позже мне написать, если будет необходимость. Все, спасибо большое. Коллеги, Елена, спасибо большое за интересный доклад. Давайте сейчас посмотрим вопросы, появились ли у нас вопросы в приложении и веб-версии. Напоминаю, что вопросы можно задать во вкладке «Вопросы» либо в общем чате. Давайте сейчас я обновлю. У нас небольшая задержка идет с трансляцией на Ютубе, поэтому возможно, еще вопросы появятся. Я как раз пока попью, спасаясь от жары. Да, жарко, жарко, конечно. Очень жарко. Так. Вот здесь все очень легко. Вы заходите просто во вкладку «Вопросы» в конкретный доклад и задаете вопрос. Ладно, пока вопросов нет. Я напомню, что у нас в программе можно оценить выступление спикера, поставить необходимое количество звездочек, насколько оно было вам полезно. Поэтому пользуйтесь всеми такими фишками приложения. Не забывайте про это. Это очень интересно. Елена, вас благодарят за доклад, коллеги. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Наверное, я задам маленький вопрос от себя. Елена, интересно, в каких вообще корпоративных культурах согласно методологии исправления динамики вы работали и в какой комфортнее работать и почему? Почему нравится работать в каких корпоративных культурах? Смотрите, работала действительно в разных. Успела поработать собственно и в зеленый, и в оранжевый, и в красный. Скорее в трех. Если говорить про мой типаж, естественно, сама проходила стиральный динамик, но наиболее выражена у меня соответственно оранжевая и бирюзовая. могу сказать так, бирюзу я пока нигде не нашла. В принципе, наиболее комфортно было работать и в зеленый, и в оранжевый, и там, и там, наверное, наименее комфортно в красный, потому что мой типаж, он, скажем так, не очень подходит для работы с таким давящим и авторитарным лидером. Это не про меня, но здесь, опять-таки, многое зависит от руководителя, но вообще то, что, может быть, мне бы там в идеале хотелось, это вот кроме оранжевого это то, что еще ближе опять-таки к желтому, к новизне, к инновациям, да, и, собственно, к бирюзе, к глобальному видению. Вот. Ну тут, опять-таки, многие же компании трансформируются, то есть еще зависит от того, насколько компания хочет идти в сторону какой-то новой профилитуры. Это правда, да. У меня еще важна как-то динамика. Вот. Что касается там, теста Майерс-Брикса, да, мой типаж это ENFP, то есть я экстраверт, интуит, иррационал, то есть, по сути, полная противоположность, да, соответственно, идти, но дело в том, что из-за того, что я 10 лет вот работаю, я, грубо говоря, изначально уже была переучена. И тогда мой опыт начинался в агентстве, то там, чтобы получить результат, ну, ты хочешь, не хочешь, ты научаешься общаться на языке заказчика, чтобы он тебя понимал. Естественно, за эти годы, то есть я могу говорить на своем языке, да, как мне нравится, так я привыкла, но при этом говорить так, чтобы меня понимал эти директоры, фаундеры, да, эти люди. при этом я не испытываю дискомфортно, то есть вот то, что хочу подчеркнуть, важно, чтобы вы при этом не испытывали дискомфортно, потому что, ну, многие люди с таким типажом, как у меня, они все-таки в большей степени уходят в добре, ближе к маркетингу, да, HR, какие-то процессы, адаптации и так далее. Ну, думаю, как вы видите, IT-рекрутингу это вообще мне ни разу не помешало, поэтому тут, наверное, важно сочетание, вот вы правильно задали вопрос, то есть важно то, какие сочетания у меня и насколько это комплементарно с корпкультурой, руководителем, да, и так далее, компании. Вот, важно вот это в большей степени. Все, отлично. Так, у нас появились вопросы от наших слушателей. Давайте я выберу один самый интересный, интересный. Давайте. Да, ребят, может быть, не успею, не знаю, чей вопрос не будет выбран, можете написать мне в Телеграме. Да, 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 на все вопросы мы ответим, да, только чуть позже. Так, ну давайте зададим вопрос, запрос от Елены Маричевой. Какого цвета рекрутеров больше, было больше всего в ваших командах? Ну, в моей команде все-таки оранжевых, потому что те компании, в которых я работала, да, вот повторюсь, первый момент это связано с инвестиционной моделью, где есть конкретные сроки, результаты от бизнеса, и никого не волнует, как и где, да, вы будете этого достигать. поэтому оранжевый типаж с этим отлично справляется, да, это жесткий проектный менеджер, который идет к цели, знает, что ему делать, какие ресурсы, бюджеты, привлечь, чтобы в срок получить нужный результат. Соответственно, какие сложности в этих командах возникают? Дело в том, что такие эти рекрутеры, особенно, когда их много, они начинают друг с другом конкурировать. Каждый хочет, чтобы их заметил руководитель. Я вот больше в этом месте закрыл, а вот смотри, какой я там сложный кейс, какой я решил с заказчиком. И вот здесь руководитель надо очень тонко лавировать, да, между поощрением и между тем, кого ты там ругаешь, и очень аккуратно раздавать вакансии, чтобы они там не поссорились, потому что если какое-то время я начинаю приходить и говорить, а я уже тоже научился, я сеньор, а почему там Маша закрывает дату сиентистов, а я нет, я тоже хочу. То есть это такая, ну, сразу скажу, оранжевые рекрутеры, красные, это не очень простая для управления команда. Да, то есть тоже почему, почему иногда делают ошибку, да, когда берут хатхантеров, пытаются там зеленых или там желтеньких нанять, потому что как бы, ну, с ними полегче, они же подружелюбнее, но это ловушка для руководителя, то есть они не будут приносить то время, которое нужно. Поняла, Елена, спасибо большое за ответ, наверное, еще последний маленький вопрос задам, он набрал наибольшее количество лайков, так что, коллеги, заходите во вкладку в вопросе, ставьте лайки, чтобы мы точно задали вопрос. А вопрос по поводу валидности теста, насколько он валиден, о котором вы говорили, и, ну да, валидность. Смотрите, насчет валидности, да, есть вот как раз понятие валидности и надежности у тестов, да, собственно, я сама закончила психологию МГУ, это кафедра стальной психологии, это то, что про как раз бизнес и психологию организации. Смотрите, я, если беру тесты какие-то, ну, скажем так, не те, которые я придумала сама, да, те, которые есть, я беру как раз валидные и надежные тесты, то есть которые уже тестировались на большой выборке, где уже там, да, проводилось определенное исследование. Ну, какие есть минусы этих тестов? Минусы есть связанные с трудностями перевода, так как эти тесты придумали не в России, там иногда местами встречаются очень странные словосочетания, да, и вопросы, которые немножко не бьются с нашей российской культурой, но здесь, понимаете, как бы выбора собственно ровно два, либо вы берете уже этот готовый тест, да, который опробован на разных выборках людей, либо вы создаете свой тест, так как, например, у меня нет такой возможности создать какой-то свой тест, я пользуюсь вот этими инструментами, теми, которые есть. Еще, чем вы можете воспользоваться, и многие компании это делают, есть специальные тренеры и коучи, которые обучались на MBTI, либо спиральную динамику, их приглашают в компании, и они лично типируют людей, соответственно, проводя с ними многочасовые интервью, но когда у вас происходит там большой найм, то есть у вас нет этого времени, вы можете дать кандидату там после собеседования тестового задания вот эти тесты на 15 минут, но вы его на 3 часа не посадите, да, не закроете там с этим тренером, поэтому здесь, ну, нужно, как приходится лавировать между нашими возможностями, да, и нашими ожиданиями, поэтому, конечно, какие-то погрешности есть, повторюсь, чистых типов не бывает, и кто приобретет книги, тоже про это там подробно написано, вот, но опять-таки вы же можете увидеть тенденцию, да, то есть тенденцию, к чему идет, например, короткую твуру вашей компании, или какие ценности, опять-таки, тенденция у человека, то есть все равно это видно, как бы, нет смысла перевоспитывать, переучивать взрослых идей, это как бы бесполезно, вот. Да, Елена, спасибо большое, да, чтобы находиться в тайминге, нам нужно сейчас переходить к следующему спикеру.